По поводу нашего вообще поведения, как мы себя ведем, как вообще мы живем. На многие вещи открыла сама для себя глаза. Ксения, конечно, была немножечко удивлена, но к смелости и поехала, и взяла интервью. Вот, у тебя есть средства, чтобы ты могла спокойно и счастливо жить. С забитой мышкой и никому ты не нужна. Так и здесь. В твоей жизни, ну, а сколько ты потом выгребаешь от людей, от людей сколько? Приходится вот только так, знаете, привычка жить на широкую ногу делает нас слишком зависимыми от денег. Между людьми немного смельчаков, позволяющих себе вступить в брак, не задумываясь о средствах, которыми они смогут в дальнейшем воспользоваться. Ну вот, ребята, по поводу нашего вообще поведения, как мы себя ведем, как вообще мы живем, как мы относимся к окружающим. Да и вообще, когда человек бывает, знаете, действительно зажат в тиски, в стесненных обстоятельствах человек не может позволить себе соблюдать все приличия, которые другим кажутся столь обязательными. Вы понимаете, как, да? Другим кажется, а вот человек, ну, не может, не может быть такими, как все. Человек не хочет быть такими, как все. И мне кажется, знаете, неважно, стесненные обстоятельства, не стесненные обстоятельства. Так что я эту книгу, ребята, хочу рекомендовать, особенно, знаете, ну, почитайте, почитайте. Вообще, роман, гордость и предубеждение. Вы знаете, действительно, я под впечатлением. Почему я вышла и сейчас вам говорю, потому что я под впечатлением этой книги. И постоянно читаю, 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 и у меня вот такое впечатление. Понимаете? Постоянно. И сколько я раз порывалась снять, это, снять по этому поводу видео. Ну, как всегда, значит, что-то мешает нам. Нам всегда что-то в этой жизни мешает. Хочу теперь отклониться немного от гордости и предубеждения. Ребята, посмотрела интервью я Ксении Собщак с Натальей Поклонской. Не знаю, смотрели вы, не смотрели. И дело в том, что на многие вещи открыла сама для себя глаза. Ксении, конечно, была немножечко удивлена, но Ксении, к чему не для Ксении удивляться? Потому что человек хотел казаться быть глухим и слепым. С большим смехом и с улыбкой всегда относилась к Наталье Поклонской. Ну, то, что я смотрела в средствах массовой информации. Но после интервью, вы знаете, немного изменилось свое мнение. И мне казалось, она была искренней, знаете, искренней. Вообще, очень хорошее интервью. Надо сказать отдельное спасибо Ксении Собщак, что она действительно поехала, не побоялась. Потому что сейчас ей в Украину точно закроют. Будет она у нас на этом сайте Миротворец ее закроют. Ну, то, что она набрала смелости и поехала, и взяла интервью. Не знаю, правдивая, неправдивая. Как по мне, Наталья Поклонская была очень даже искренняя в своих высказываниях, в своих ответах. Или это, знаете, такая молодая девушка. Ну, и сейчас остается молодая девушка. Сколько там ей, да? 35, 36, ну, пускай 40. Еще раз хочу сказать, она для меня была искренней. Вот кому интересно, посмотрите ее интервью. Есть над чем задуматься вообще, задуматься, послушать. Ну, опять же, политика. Ну, там не только про политику. Не только про политику, вообще про жизнь. Я даже вчера пересмотрела, там был разговор о этом Сергии, о старце. Я вчера просмотрела фильм, тоже разоблачение Ксении Собчак. Так, потому что всю ночь, понимаете, вода стонала. Я вот это вот смотрела, читала. Получается, я себе не день посвятила, а ночь. Тоже интересный фильм, посмотрите. Конечно, можно поспорить, можно поспорить по поводу избиения детей, по поводу вот его такой вот какой-то спеси. Мне это не понравилось. Ну, еще знаете как, кто как снимает, кто как хочет подать материал. Так, как и мы на канале на своем, да, в YouTube. Как подаем материал, так и есть. Вот с такой я утренней информацией к вам. К вам. Так, сейчас зайду на кухню. Зайду на кухню, потому что что-то мне... Солнце светит, но прохладно очень, вы знаете, так прохладно. Вот. И хочу передать же всем вам, всем, естественно, огромный привет, потому что, ребята, спасибо вам большое, что смотрите, что пишете. Спасибо, что зашли ко мне много новых девочек. И написали, что я ваш человек. Огромное спасибо. Ну, я не только пою и танцую, но как-то могу еще о чем-то и мыслить, потому что все-таки наш мозг, он требует. Он требует не только то, что нам навязывают, а как-то поразбираться, поразбираться. Новая подруга у меня Марфа. Марфа, тебе привет. Привет, хорошая женщина, хорошая женщина, тебе просто отдельный привет. Вот, ребята, значит, знаете, вот я постоянно говорю, ребята, ребята, дамы и господа, мои дорогие друзья, ну, естественно, что мой канал больше предназначен для женской аудитории, потому что, ну, я стараюсь, я стараюсь раскрывать женские вопросы, стараюсь в любом облике перед вами переставать. Я стараюсь быть предельно откровенна. Кому нравится, кому не нравится, я же не шоколадная конфета, правильно? Шоколадные конфеты, хотя я шоколадные конфеты вообще не ем. Но шоколадку иногда могу скушать. Не люблю приторное и сладкое. Так же самое, как и людей приторных и сладких. Вот, Марфа, если она понимает, если она будет меня смотреть, она понимает, о чем я говорю. Надо, надо нам, дорогие мои друзья, пофилософствовать и действительно на себя посмотреть со стороны. Что вообще мы стоим в этой жизни, чего мы вообще добились в этой жизни? Я до сих пор разбираюсь, понимаете? Иногда грудь тоска меня съедает в мои 50. Иногда я за себя рада, иногда я за себя, прямо, знаете, плачу. О, боже мой, прожила, и нихера ты не имеешь, у тебя ничего нет. С другой стороны, оглянешься вокруг, у тебя есть дом, у тебя есть все, все, что ты хочешь для жизни, дом в доме. Вот, у тебя есть средства, чтобы ты могла спокойно и счастливо жить. Все у тебя есть. Мы думаем, мы размышляем. Если мы не будем думать, мы умрем. Согласитесь, если человек не будет думать, он умрет. Так что, мои дорогие друзья, вот с такой информация к вам, политинформация к вам зашла. Хотела еще сказать по поводу хайпа, по поводу... Ребята, это вот как работа. Если ты на своей работе не будешь себя показывать, если ты не будешь себя презентовать, там, допустим, начальству, руководителю своему, да, на тебя никто не будет смотреть, на тебя никто вообще, тебя не будет слышать, ты будешь забитой мышкой, и никому ты не нужна. Так и здесь. Всему необходимо, знаете, только здраво. Если хайповать, то здраво. Веселиться тоже в меру. Поплакать тоже в мере. Потому что, знаете, мой канал, мой дом. И пускай мой дом еще маленький, но он растет, но маленький мой дом вмещает большое количество людей. И те, действительно, вы знаете, я вот всегда думала, боже мой, подписчики, подписчики, когда только начинала канал, как же они идут. Боже мой, 70 тысяч подписчиков. Сколько подписчиков много. Это же как классно. Но, ребята, знаете, в чем кайф? Допустим, если у меня 5 тысяч подписчиков, как это офигенно, когда из этих 5 тысяч тебя все смотрят. Понимаете? Вот в чем цимус. Вот в чем классно. И вот мне, знаете, все время на мысли, туда ли я иду, может бросить, нет. То ли я дорогой иду. Как-то вот, знаете, постоянно бросать, не бросать. Работать дальше на этой площадке. Не работать. Делиться, не делиться. Потому что, знаете, бывает, как, как, это как шторм. Бывает волна негативной такой реакции. Потом идет, знаете, обратная волна доброты и любви. И все время думаешь, анализируешь, анализируешь. Потому что если бы у меня был канал, я изначально шла на это, чтобы канал был разносторонний. Не на одном профиле там мы вяжем там или мы готовим. Это очень тяжело. Но, представляете, каждый день снимать готовку, вязание. Или что-то людям внушать. Хороший там этикет, хороший тон. Это, когда вот узко идешь, это вот, знаете, это тяжело. Тяжело. Тут вроде бы как и ты показываешь свою жизнь. Ну, а сколько ты потом выгребаешь от людей. От людей сколько ты негатива. Но все равно потом смывает, смывает волна добрых, порядочных, действительно думающих людей, которым интересна жизнь. Жизнь, как проживает женщина в Украине. Рассказывает за себя, чем она живет, как она живет. Хотя, в принципе, ребята, событий было намного больше. Было раньше намного больше. В связи с вот этой вот мировой пандемией, будь она неладна, понимаете, будь она неладна. Приходится вот только так, знаете, что подел, что скушал. Ну, как-то так. Ладно, все, что-то я затянула. Я, как всегда, с вами не прощаюсь. До новых встреч. Целую, люблю. Марфа, тебе привет. Пока, ребята. Субтитры подогнал «Симон»